На улице идет дождь, да, маленький мой? А мы с тобой, что-то у нас мёсов какой-то лежит. А мы смотрим, что там происходит. Устин, представляешь? А ты бы сейчас сидел где-то под деревом, прятался бы от дождя. Да, маленький мой? Видишь, как тут лучше все-таки? А, Бандюба? Кстати, очень игривый котик. Очень игривый. Он такой, ну, баловаться, где-то бегать, где-то мотаться. Проблема, конечно, очень большая в том, что он пока не хочет в туалет, куда надо. Мы его учим, носим. Но очень хорошее место оказалось у меня возле компьютера, на рабочем месте. Там, оказывается, очень мягкий коврик. И он очень подходит для того, чтобы ходить в туалет. Да, чудовище маленькое? Да. Ну, я думаю, мы его научим, и он будет слуханный мальчик. Да? Устинчик, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне на ручки. Иди, мой хлопчик. Какой-то мой, не попадаешь мне. Ладно, иди в кресло моё рабочее. Всё. Вот посмотри, хоть сюда. Эй, ты, чудище. О! Дай, посмотри на нос. Вот эта мальчик, вот такая вот. Кстати, сегодня я был в больнице, нам сказали, председали анализы, что-то царапили на носу. Это просто. Видно, его били другие коты. И он всё убежал. Так что никакой заразы нет. Вон, жена нашла нашего старых котов, когтедралку, которая лежала на балконе. Теперь мы приучиваем малыша её дереть. Кстати, очень, видите, удобно. Такие пуфики есть под старого, очень старого дивана. Но они прекрасно подходят для того, чтобы дереть когти. Всё.